Сколько цветов в радуге? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Кажется, семь. Или все-таки шесть. У средневековой радуги было пять цветов. Исаак Ньютон добавил к ним еще два, чтобы количество цветов гармонично соответствовало количеству нот в музыкальной гамме. Семь ступеней, семь цветов радуги. Красиво? Несколько исследователей взяли спектры излучения большого количества объектов в космосе и попытались собрать весь их свет воедино. Посмотреть, какого цвета этот цвет будет. И получилось что-то вроде такого кофе с молоком. Способность различать цвета очень помогала вычленить свет в мире из окружающего фона. Конечно же, это был очень мощный фактор естественного отбора. Потому что здесь ошибиться можно всего один раз. На самом деле наш мозг реконструирует реальность. Художнику могли прийти и сказать, нарисуй нам, пожалуйста, картину. Но обязательно, чтобы на ней был синий цвет. Потому что я хочу повесить ее сюда. И чтобы все мои гости видели, что я очень дорого за эту картину заплатил. Идет вот эта символическая битва разных историй, разных рассказов. И цвет здесь просто еще один пример того, как эти истории спорят друг с другом. Спорят за внимание, спорят за значение. Почему в радуге нет коричневого? Можно ли увидеть больше цветов? И главное, как они влияют на нашу жизнь, культуру и поведение? Располагайтесь на удобном расстоянии от монитора. Не забудьте сразу подписаться и нажать на колокольчик. С вами редакция наука. И я инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха Александр Клюжнюк. Красочно. Погнали. С точки зрения физиков, радугу вообще не обязательно делить на цвета. Цветовой спектр непрерывен, а цвета в нем плавно переходят друг в друга. Цвет и свет — это почти одно и то же. Если точнее, цвет — это характеристика видимого электромагнитного излучения. Ну, то есть цвета. Сейчас все объясню. Цвет — это волна. Почти как морская или звуковая. Только колеблются в этой волне не морские частицы, а электромагнитное поле. Электромагнитное поле может колебаться с разной частотой. Частота колебаний и подскажет, какая именно получится волна. Радиоволна, которую поймает бабушкин приемник. Рентгеновское излучение из аппарата в поликлинике. Разогревающая магия внутри микроволновки. Куча всего другого. Или свет. Посмотрите, как его мало во всем спектре. Как описать такие колебания? Конечно же, с помощью математики. И одним из первых это сделал в начале 18 века сэр Исаак Ньютон в своем знаменитом трактате «Оптика». Там он написал явление преломления лучей, эксперименты с дисперсией света, когда он располагается в радугах призма, и многие другие эффекты. Вот этой обложки не было бы без экспериментов Ньютона. За что он, кстати, по полной отхватил от многих других физиков. С одной стороны, не все эксперименты ему удавалось повторить самостоятельно. С другой, на тот момент все еще была распространена теория Аристотеля о том, что все цвета имеют божественное происхождение и получаются путем смешения черного и белого. Поэтому свой трактат Ньютон опубликовал, стратегически дождавшись кончины одного из отцов физики как таковой — Роберта Гука, своего главного оппонента. А еще Ньютон утверждал, что свет состоит из частиц — корпуску. В будущем мы назовем их фотонами. Подождите, но я же говорил, что свет — это волна. Это и то, и другое одновременно. Но в этом ролике пусть свет будет именно волнами. А если вам интересно узнать про свет как поток частиц, как работает солнечный парус и при чем тут теория относительности, намекните нам об этом. Но что же такое цвет? Цвет — это эволюционно значимая иллюзия, которая формируется нашим мозгом. Цвет — это энергия частиц света того или иного цвета. С точки зрения нейробиолога цвет, прежде всего, это стимул. Это то, что запускает электрические сигналы между клетками в нашем мозге. Цвет для дизайнера в первую очередь — это ассоциация. Для футберолога цвет — это в первую очередь код. Код культуры, своего рода языков. Стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте по порядку. Снова начнем с физики. Мы уже сказали, что цвет — это свойство света. Или все-таки объекты, на которые он светит. Цвет — это энергия фотона или длина волны. Вы можете взять видимый диапазон от 450 нанометров до 750 и разделить на бесконечное количество длин волн. Вы можете себе представить излучение с длиной волны с любой точностью. 550, точка, 5-5-5-5-5-5-5 и так далее нанометров. И получается, что есть излучение, есть те длины волн, который то или иное вещество поглощает лучше, а оставшееся, можно сказать, отражает. То, как то или иное вещество в целом поглощает свет, зависит от того, из каких атомов оно сделано. Как устроены электронные оболочки этих атомов. Как электромагнитное излучение, та же самая электромагнитная волна, взаимодействует с внешними оболочками этих атомов. Зеленые листья, например, деревьев, которые мы видим, они зеленые. Почему? Потому что они хорошо поглощают именно красный и фиолетовый свет. То есть это излучение, которое достаточно хорошо работает на фотосинтезе. А зеленый свет не поглощает, он его отражает, поэтому, видимо, как зеленый. Помните, как физики не принимали идею Ньютона о том, что свет — это поток частиц? Затем в век они не принимали идею о том, что свет — это еще и волны. Такие гипотезы вызывали у них лишь смех. Контраргумент был такой — если свет — это пучок волн, то в определенных условиях одна волна сможет погасить другую за счет их наложения — деструктивной интерференции. В выпуске о звуке мы говорили, что по этому принципу работает активное шумоподавление в наушниках. А еще так можно, например, остановить раскачивающиеся качели или морские волны. Ну, то есть если правильно посветить одним фонариком на другой фонарик — получится тьма. Да! Вот только это должен быть очень хитро подобранный свет. Практически одинаковые световые волны, но сдвинутые друг относительно друга. Еще их называют когерентными. Но где взять две такие одинаковые, но сдвинутые волны? Фонарик не подойдет. Его свет — это мешанины из разных волн. А лазер изобретут еще не скоро. Это уже не только показал, но и объяснил научному сообществу Томас Юнг. В одном из своих экспериментов он направлял сфокусированные лучи света на тонкие мыльные пленки. Часть лучей отражалась от верхней поверхности пленки, а другая часть таких же лучей — от нижней. Но последние проходили большие расстояния и сдвигались. Если удачно подобрать толщину пленки и угол, вместо красивого отраженного света можно было увидеть тьму. Появление так и назвали — интерференция в тонких пленках. Как давно вы ходили полюбоваться на картины? Как петербуржец могу сказать, что чем ближе выставки и музеи к дому, тем реже мы их посещаем. Именно на такой прогулке можно заметить, как символика цветов менялась от эпохи к эпохе. Взгляните на выходных в музеи и обратите внимание, в какие цвета художники одевали героев своих картин. Святых, богачей, ремесленников и других. Если нет времени на музей, можно приглядеться и к новым дебетовым картам Тинькофф Банка в дизайне картин Третьяковской галереи. Если оформить карту из коллекции до 16 октября, то обслуживание будет по ней бесплатным навсегда. Карта Тинькофф Блэк помогает вам зарабатывать и экономить. По ней вы будете получать до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. И до 30% кэшбэка за покупки у партнеров. При этом кэшбэк приходит настоящими рублями, а не какими-то непонятными бонусами. И даже если вы не будете регулярно расплачиваться картой Тинькофф Блэк, она все равно поможет вам заработать. Ведь вы будете получать доход до 6% годовых на остаток по карте ежемесячно. Вы сможете бесплатно снимать наличные во всех банкоматах. А еще бесплатно переводить деньги с карты на карту и по номеру телефона через систему быстрых платежей. Оформите карту по ссылке в описании до 16 октября и обслуживание по ней будет абсолютно бесплатным навсегда. Наслаждайтесь! Если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего. В этой поговорке мы сходимся с британцами. А еще все наверняка сходимся на том, что алые закаты это невероятно красиво. Жители Нижнего Новгорода не дадут соврать. Мы видим такой красивый алый цвет вечером и рано утром, потому что свету приходится проходить более длинный путь, чем днем. И до нас долетают только дожившие, приглушенные алые лучи. Тогда как весь синий цвет успевает рассеяться далеко от нас в атмосфере на частичках пыли под высоким давлением. А высокое давление сулит хорошую погоду. А какого цвета то, что находится выше небесной тверди? Несколько лет назад несколько исследователей взяли спектры излучения большого количества объектов в космосе и попытались собрать весь их свет воедино и посмотреть, какого цвета этот цвет будет. И получилось что-то вроде такого кофе с молоком, причем с очень большого количества молока. Его даже потом назвали космический латто, отдельный цвет. То есть что-то такое бежево-кофейный-шоколадный-молочный цвет. В одном из предыдущих выпусков на редакции «Наука» мой коллега Илья Кабанов рассказывал, что красивые фотографии космических телескопов на самом деле изначально черно-белые. Их красят потом. А как при этом выбирают цвета? Цветные изображения галактик, так же как, в принципе, цветные изображения космоса, мы получаем примерно так же, как Прокудин Гурский получал свои цветные фотографии. Он делал несколько черно-белых снимков в разных фильтрах. В красном, синим и зеленом. Потом они складывались и получалось цветное изображение. Астрономы делают примерно так же. У химиков еще в 19 веке возникла необходимость понимать, какое вещество они получили в лаборатории, из чего это вещество состоит. И по тому, как оно будет гореть, каким цветом будет гореть это вещество, можно судить о его химическом составе. Почему оно будет гореть разным цветом? Любое вещество состоит из атомов. И атомы разных веществ имеют разную структуру. Излучение, один из способов породить излучение, это заставить атомы переходить из одного энергетического состояния в другое. Эти энергетические уровни у атомов разных элементов, они разные. И в этом плане каждый атом получает свой специфический именно для себя набор линий излучения или набор тех длин волн излучения, которые, в принципе, он может породить, которые из него могут выйти. И таким образом, когда мы смотрим на излучающий астрофизический объект, смотрим на его спектр, мы видим вот эти вот очень характерные полосы, вот этот штрих-код, вот эти спектральные линии, по положению и по количеству которых мы можем сказать, какие атомы в реальности светят, участвуют в формировании излучения этого объекта. Окей, возвращаемся из космоса обратно вниз. Этим летом небо над нашей головой успело показать все оттенки синего. И в целом мы привыкли считать синий свет постоянной частью своей жизни. Но вообще-то в природе синий и голубой встречаются не так часто. Попробуйте вспомнить синих животных и насекомых. Даже синий кит на самом деле скорее серый. Но те, кто все-таки обладает такой раскраской, не просто синие, они роскошно синие. Дело в том, что в отличие от многих других животных, они используют для своей окраски не химию, а физику. Вся окраска в мире животных делится на две большие группы, на пигментную и структурную. Пигментная возникает с помощью пигментов, с помощью веществ, которые изначально должны были защищать. И это достаточно дорогой способ создания окраски, поскольку он требует некоторых биохимии. Но есть дешевый и инженерно-очень остроумный аналог – структурная окраска, когда вместо пигментов используются оптические кристаллы. Из тех или иных прозрачных биологических материалов выстраивается такая вот клеточка для луча света. И, проходя через ее решетку, он на выходе получается той самой длины волны, которая соответствует какому-то цвету. Хм, кажется, я знаю одного персонажа-мутанта, прокачавшего эту конструкцию на своей коже до следующего уровня. Что такое, бэби? Я тебе не нравлюсь такой? Похожий эффект, но попроще может создать, например, паучья паутина, если посмотреть на нее под углом. Границы получившихся тонких щелочек будут отражать свет, как поверхности тонкой пленки мыльного пузыря. И мы увидим переливающуюся радугу, а в ней и синий цвет. Так же, как на поверхности DVD-диска. Она покрыта очень крошечными вымками, также хитро отражающими свет. Для животных или растений окраска – один из способов выживания в суровом мире дикой природы. Хитроумные рисунки и цвета помогают растениям размножаться и осваивать новые территории, а животным – привлекать партнеров, отпугивать врагов или прятаться от них же. И пока естественный отбор окрашивал мир в яркие краски, эволюционировало и восприятие цвета. Если мы рассматриваем самые примитивные какие-то системы цветовосприятия, ну, может быть, у какой-нибудь белой планарии, например, или даже если еще проще взять каких-нибудь одноклеточных представителей, да, в «Гленно-зеленые» – то же самое. Простейший такой вот глазок, да, это фотопигмент, светоулавливающий пигмент. И это либо есть свет, либо света нет. То есть это различие на уровне. Белое, черное, может быть, какие-то оттенки. Дальше в процессе эволюции усложняется и структура фоторецепторов. Происходят мутации, а это значит, что появляется возможность видеть волны другой длины. Наши предки, предки млекопитающих, они были, по всей видимости, ночными животными. Им цвета были не нужны. Они воспринимали сумеречный мир в черно-белом изображении. И поэтому мы потеряли большинство, ну, половину своих рецепторов света. Например, у тех же рыб, птиц, каких-то там дурацких лягушек или ящериц. У них четыре очень хорошо калиброванных на цветовую гамму рецептора. То есть они видят цветовой мир гораздо более красивым, разноцветным и насыщенным, чем мы. И даже большинство обезьян, они видят все еще в двухцветном изображении. То есть там яблоко красное или зеленое, они вообще-то не различают. Давно уже бросалось в глаза, что цветовое зрение африканских приматов, которым, собственно, мы тоже принадлежим, более развито, чем зрение широконосых обезьян Южной Америки. Когда-то в Южную Америку обезьяны попали из Африки. Каким способом, мне совсем понятно. И эволюция южноамериканских приматов пошла немножко по своим путям. И в том числе их зрение не настолько хорошо позволяет им различать цвета. И возникла очень интересная гипотеза, согласно которой, похоже, критическим фактором, определившим уровень развития цветового зрения у приматов Африки и Южной Америки, оказались ядовитые древесные змеи. В Африке гораздо больше ядовитых змей, которые ползают по деревьям. Это те же самые бамбы, это те же самые ядовитые уже гумсланги. Это все очень хорошо закамуфлировано среди ветвей. И, похоже, способность различать цвета очень помогала вычленить силуэт змеи из окружающего фона. Конечно же, это был очень мощный фактор естественного отбора, потому что здесь ошибиться можно всего один раз. И, похоже, под давлением этого фактора у обезьян старого света цветовое зрение стало прогрессировать очень-очень сильно. Как и фотокамеры, мы можем разделить глаз на светопроводящую часть. Преломляющая среда — это объектив, зрачок — его диафрагма, хрусталик — дальномер. И на световоспринимающую. Сетчатка — это матрица нашего фотоаппарата. Ну или фотопленка, если вы хипстер. Соответственно, у нас есть два типа фоторецепторов. Это палочки, отвечающие за черно-белое зрение, и колбочки, которые отвечают за цветное зрение. Существует три типа колбочек. Колбочки, которые реагируют на красный цвет, колбочки, которые реагируют на зеленый цвет, колбочки, которые реагируют на синий цвет. Считается, что примерно до 2-6 месяцев ребенок не воспринимает цвета полноценно, как делает это взрослый человек, и цветное зрение только формируется. Поэтому рекомендуется показывать маленьким детям, новорожденным, черно-белые контрастные картинки сначала. Какие-то биологи порылись в сетчатке глаза и сказали, о, смотрите, вот есть три вида рецепторов, один на синий, один на красный, один на зеленый. Они совсем недавно эволюционно разошлись, они на самом деле детектируют очень похоже. Один чуть более красный, другой чуть более зеленый. Но то, что мы в итоге увидим, конечно, определяет не сам глаз, а мозг. И, как и современные смартфоны, мозг совершит перед этим неслабую постобработку изображений. Например, он умеет воспринимать цвета объектов, вроде фруктов в тарелке, более-менее одинаково под разным освещением. Холодным и теплым, ярким и тусклым. Это еще называется хроматической адаптацией или цветопостоянством. Оно, кстати, вызывает примеры, взрывающие мозг. Например, я специально залез в фотошоп, чтобы проверить, что на этом рисунке ячейки А и Б действительно одного цвета. На самом деле наш мозг реконструирует реальность. Он не воспроизводит ее, а реконструирует. С точки зрения цвета, например, мы знаем, что банан обычно желтый, клубника красная, апельсин оранжевый. И даже если мы видим эти картинки в серо-черном изображении, все равно наш мозг достраивает эти цвета в некотором роде. К слову, хроматическая адаптация, вызвавшая знаменитый спор о цвете платьев, еще довольно плохо работает с жидкокристаллическими экранами. Наверняка вы тоже замечали, что в офисных опенспейсах с теплым освещением фон любого документа в Ворде обычно отдает неприятный синевой. И что, чтобы видеть правильные цвета, нужно при появлении новой лампы в комнате каждый раз вручную калибровать монитор? Ну, если вы дизайнер, вы и так знаете ответ. А для нас производители уже начинают ставить в экраны датчики освещенности. С помощью них и математики подстраивается баланс белого на экране, помогая нашим глазам. Apple, например, назвала эту технологию True Tone, вовсю рекламировала эту фичу и теперь ставит ее во все айфоны. Почему, кстати, мы видим цвета, которых нет в радуге? Что-то я не замечал в ней коричневого. Трехкомпонентная теория Юнга-Гельмгольца как раз говорит о том, что все цвета образуются при смешении основных трех цветов. Красного, Синего и Зеленого и вот, соответственно, три типа колбочек есть, каждый из которых воспринимает соответствующий цвет. Есть другая теория, она чуть позднее появилась, это теория оппонентных цветов. Там добавляется еще один цвет, желтый. Это не значит, что должен быть дополнительный еще тип колбочек, который воспринимает только желтый цвет. Она говорит о том, что все цвета нужно в парах рассматривать. Красный антагонист зеленого в физиологическом смысле, желтый антагонист синего, ну и еще, естественно, черный антагонист белого. Вот на основании этих трех пар можно каким-то образом предположить, как формируются цвета в нашем головном мозге. Таких смешений быть физиологически не может. И отсюда потом речь может пойти как раз о тех цветах, которые как бы не существуют, но мы их в состоянии каким-то образом увидеть, нафантазировать нашим головным мозгом. Интересно, если сигнал бежит в мозг через зрительный нерв, как через умный HDMI-кабель, можно ли перехватить этот сигнал? О, да. Причем это не раз делали в конце 20 века. Например, ученые из Беркли в 99-м подключились к Таламусу Котика, которому показывали фильм с персонажем, по-моему, похожим на Троцкого. И вот что они увидели. Выходит, что глаз — это наша камера, а мозг — компьютер с фотошопом. Но как ему удается непрерывно обрабатывать изображение в реальном времени, чтобы оно было четким и плавным? Например, цифровые компьютеры обычно сжимают изображение, теряя часть информации, чтобы они занимали в десятки раз меньше места. Оказывается, наш мозг тоже сжимает картинки. Нейробиологи из университета Джона Хопкинса обнаружили, что при распознавании изображения клетки мозга приматов очень избирательны к областям изображения с высокой кривизной. В природе гораздо чаще встречаются плоские и слегка кривые линии, поэтому такой механизм позволяет нам обрабатывать в 8 раз меньше данных. Почти как JPEG. А вот если специально разместить на картинке много загогулина... Вы ведь тоже сейчас почувствовали, как что-то в голове напряглось? Более того, затем мозг еще и сжимает видеоинформацию почти так же, как это делают современные кодеки. Ну, я вот про такой чудесный эффект. Поломки в мозге могут происходить на любом уровне. То есть, например, при инсультах, при каких-то травмах мозга может ломаться интеграция цвета объекта. Например, когда человека просит раскрасить какую-нибудь черно-белую картинку, он может раскрасить банан коричневым или фиолетовым цветом. Но более распространенная, ну, не проблема, а как бы вариант восприятия – это когда восприятие цвета смешивается с другими стимулами. Так называемая синестежия, когда человек, например, ассоциирует определенные буквы с определенным цветом. Какие-то, не знаю, понятия, целые слова или географические названия или временные промежутки. Например, понедельник всегда серый, а пятница всегда фиолетовая. Потому что у нас в мозге есть разные пути обработки информации. У нас есть путь, по которому идет сигнал цвета, есть путь, по которому идут формы, есть путь, по которому мы узнаем форму букв. Но у нас же в мозге все перепутано. И могут эти пути тоже как бы перекреститься и идти параллельно, как две реки иногда могут слиться в одно, а потом разойтись. Соответственно, когда у нас стимул на букву, оно активирует еще заодно стимул обработки какого-то цветового сигнала, хотя в большинстве людей такого не происходит. Самый классический пример простой – это дальтонизм. Дальтонизм связан с мутацией в генах, опять же, кодирующих структуру фотопигментов. Здесь причина генетическая – это врожденное заболевание, дальтонизм. Чаще встречается у мужчин, естественно, у женщин тоже может встречаться. Но гораздо реже, потому что у женщин две х-хромосомы, у мужчин одна х-хромосома, а гены расположены в х-хромосоме. Более сложные примеры могут быть нарушения цветовосприятия, когда причины, например, негенетические, приобретенные. Например, церебральная ахроматопсия, связанная с поражением структур головного мозга, отвечающих за цветовосприятие. Если, допустим, там произошло кровоизлияние, если там нарушилось кровообращение, если была травма какая-то этой зоны, такая ситуация описана у Оливера Сакса, то человек может потерять вообще цветное зрение. Можно ли расширить возможности нашего зрения? Увидеть больше цветов или видов излучения? Почему бы и нет? Давайте просто чем-нибудь поймаем невидимое глазу излучение. А раз разница только в частоте волн, отмасштабируем их до видимых и покажем получившуюся картинку. Мы уже больше века мастерим такие устройства. Например, в приборе ночного видения знаменитый третий глаз не смотрит, а как раз светит. Ну, только инфракрасным излучением. Со стороны никто его не видит. Зато оставшиеся пары глаз устройства видят отраженные инфракрасные лучи и переводят их в картинку. Но ведь есть и другие виды излучения. Например, тепловое. Ну так, получим тепловизор. И так далее. Вплоть до того, чтобы увидеть волны от Wi-Fi роутера. Но это все устройства — эдакие киберпротезы. А может ли так сделать сама природа? Теоретически можно. Вопрос целесообразности заключается он в том, что, собственно говоря, мы хотим, чтобы человек смог видеть в конечном счете. Те инфракрасные нам видеть не очень удобно, потому что в значительной степени будет в том числе и от погоды это зависеть. То есть все время будет как бы меняться наши цветы ощущения. Ультрафиолет нам видеть, ну, скажем так, может быть и опасно. Но известны случаи, когда людям, например, меняли хрусталик, и они начинали немножечко уходить в ультрафиолет в область видения. То есть материал, из которого был изготовлен хрусталик, он лучше пропускал ультрафиолетовый, лучше, чем наш собственный родной хрусталик, созданный нашим организмом. Опасно, действительно, избыточная энергия. Да, это все негативно может повлиять на сетчатку и на фоторецепторы. Представьте себе фиолетовое животное. Мне вот в голову приходят либо картинки с упаковки шоколада, либо постоянно вылезающая в рекламе бизнес-литература. А вот в Одиссея Гомера фиолетовые овцы пасутся в пещере у циклопа. У древних греков с описанием цветов вообще какой-то трэш. В их языке только два слова, которые точно определяют цвета. Черный и белый. Слово для красного обозначало целую гамму оттенков. А между синим, зеленым и желтым и вовсе не было различия. Каждое слово с одинаковой вероятностью могло относиться к разным цветам. Неудивительно, что гомеровские овцы оказались фиолетовыми. Бедный переводчик. Во-первых, название цвета рождается там, где есть какая-то его значимость. И где мы договариваемся о чем-то. Где нам важно, чтобы другой видел примерно тот же цвет. У нас есть так называемая теория языковой относительности. Действительно, примеры, о которых мы часто слышим, про то, что, например, у северных народов десятки обозначений цвета белого, потому что для них важен снег. И для обозначения цвета снега используются десятки слов. Отчасти подобного рода, уже ставшие хрестоматийными примеры, это такие исторические анекдоты. Вместе с тем, действительно, разнообразие цвета, разнообразие слов говорит о значимости категории в культуре. Вот недавно мне попадался мем в интернете, где два человека спорят, глядя на один и тот же цвет, лаймовый он или салатовый, и приходит третий и говорит, что это люблинская линия московского метрополитена. Вот чтобы появилось слово лаймовый, в культуре для носителя этой культуры языка должен быть вообще опыт контакта с таким продуктом, как лайм. Часто тексты поп-культуры, например, тексты песен, буквально закрепляют в нашем воспоминании, восприятии какие-то готовые формулы. С другой стороны, мы с вами видим, что цвета, если они становятся для звезды, например, для селебрити некой имиджевой меткой, то затем они могут ассоциироваться у аудитории тоже с этим периодом или с этим человеком. Наверное, вряд ли кто-то из наших зрителей знает такое словосочетание, как цвет бабара. Смешное слово бабара может что-то сказать французская аудитория. Цвет бабара – это цвет костюмчика, такого зеленого костюмчика, в который был одет слон бабар из знаменитого комикса про слона бабара, который выходил с 30-х годов. Французский историк Мишель Пустуро даже написал целую серию книг, и в каждой книге говорится о роли одного цвета в разных культурах. Один и тот же цвет у разных народов мог означать совершенно противоположные вещи. Если взять и спросить, не знаю, врача, какие ассоциации у него вызывают красный цвет, ну, скорее всего, он что-нибудь скажет, типа, потому что это цвет крови. Если мы спросим фермера, он скажет, что красный цвет – это цвет со спелого томата. Ну, то есть тут речь идет именно про ассоциации такие более вещественные. Ну, что такое красный плод для человека? Это что-то, где много энергии, ты это съешь, будешь доволен, будешь сыт, у тебя будет много энергии. И поэтому это, на самом деле, очень активно используется брендами, связанными с едой. Довольно часто можно увидеть красный цвет в их каком-то визуальном стиле. Джессика Волш – это дизайнер. Она делала брендинг для компании, которая занимается продажей, как это правильно называть, растительности. Ну, то есть там всякие шпинаты, рукколы, всякие вот листочки. И аудитория таких компаний – это люди, которые заботятся о своем здоровье, о своем теле, о правильном питании. Ассоциация с натуральностью для них обычно задается тем, что используют как раз довольно пастельные, приглушенные тона, очень спокойные, как бы в антипод довольно кричащему фастфуду, который обычно использует очень яркие, там, желтые, красные цвета. Но Джессика с командой, работая над этим проектом, они решили, что они как раз хотят сломать этот шаблон. И тем самым, как бы, компания подчеркивает, что правильное питание, как бы, тоже может быть фастфудом. Ну, в широком смысле, да. Это что-то, чем ты можешь быстро перекусить. Это не что-то про такое вот отстраненное от жизни, да. Это прям твоя ежедневная история. Помните герб Дома Тирелов из «Игры престолов»? Золотая роза на зеленом поле. Роль цветов в культуре определяли не только ассоциации, но и доступность красителей. Зеленый пигмент в средние века добывался из натуральных материалов и со временем очень тускнел. А такая недолговечность для гербов совсем не годится. В 19 веке изобрели ярко-зеленый краситель, так называемую швейнфурдскую зелень. Прежде недоступный цвет быстро вошел в моду, но краситель был сделан из медной стружки и мышьяка и был очень ядовит. Существует гипотеза о том, что Наполеона убили зеленые обои в его доме. Выбор цвета, выбор конкретного тона, который нам нужен, насыщенность этого тона. От него может зависеть, например, способ печати. То есть не любой краской можно напечатать, например, недорого. Какой-то краской печатать будет дороже. Есть какой-то заказчик, который, не знаю, устраивает какой-нибудь фестиваль, связанный с кино, с искусством. И вот он хочет, чтобы плакаты для этого фестиваля тоже были, по сути, произведением искусства. И он хочет, чтобы там, например, название фестиваля было напечатано ярко-зеленой флуоресцентной краской. И это тоже будет стоить дороже. То есть в этом плане это довольно похоже на историю, которая была несколько веков назад, когда художнику могли прийти и сказать, нарисуй нам, пожалуйста, картину, но обязательно, чтобы на ней был синий цвет. Потому что я хочу повесить ее у себя, и чтобы все мои гости видели, что вот я очень дорого за эту картину заплатил. Когда вы слышите слово «костюм», вы же наверняка представляете себе что-то такое. А не такое. Правда? А все вот почему. В 17 и 18 веках мужская и женская одежда отличались по формам и объему, но не по расцветке. Но в конце 18 века, когда многие мужчины, а не только аристократы, получили возможность участвовать в политике, все начало меняться. Цвета мужской одежды начали становиться более сдержанными и серыми. И до сих пор разноцветный костюм подсознательно кажется нам чем-то неожиданно неуместным. Могу тут только позавидовать некоторым. С одной стороны, вот эта нейтральность призвана вроде бы не отвлекать нас и сосредоточить внимание на некотором функциональном значении костюма. С другой стороны, мы видим, что вот в этих сдержанных цветах проявляется отчасти и наследия такой протестантской культуры. Так же, как в свое время знаменитая работа «Рождение капитализма» из духа протестантской этики Вейбера показала, как экономические особенности, как экономические отношения зависели в период развития реформации от той этики, которая утвердилась, которая была во многом значима, например, для американских переселенцев. Так же и в моде, в одежде, в выборе цветов. Если вы вспомните, скажем, корпоративные цвета и корпоративные, так называемые, портреты в европейской живописи 16 века, такие очень запоминающиеся. Вы их в любом музее легко распознаете, потому что это будет множество фигур, и все они будут в черном с белыми такими большими отложными воротниками. Мне вспомнилась история про знаменитую черную водолазку Стива Джобса, джинсы, водолазка, кроссовки, что может быть более противоположным, чем костюм, обувь закрытая, застегнутая на все пуговицы, рубашка, давящий галстук. То есть это была и победа другой формы, но при этом, помимо формы, мы видим, как цвета были из раза в раз повторяющиеся. Как вы считаете, какие из этих пар подписаны в магазине как ботинки для мальчиков, а какие для девочек? Определите с первого раза пол каждого из могучих рейнджеров по пластмассовым игрушкам. Вот и ученые пытаются найти на это ответ. То, что розовый цвет считается феминным, это какая-то биологическая предрасположенность? Или это просто такой прием маркетологов, чтобы собирать знаменитый налог на розовый? Однозначного ответа нет. Уже не первое десятилетие исследования этого вопроса выглядят так. Сначала ученые делают вывод о предрасположенности девочек к розовому, а через пару лет эта же или другая группа исследователей понимает, что причину перепутали со следствием и на другой выборке не находят связи. А я могу лишь предложить вам посмотреть на несколько картин, сделанных чуть раньше, чем магазины переполнились розовыми куклами и синими конструкторами. В части мы тут видим некоторую семантику, то есть как мы будем смотреть на розовый, будем ли мы смотреть на него как на легкий красный, где красный – это цвет динамики, цвет завоевания, цвет яркости, и тогда это мужской цвет, а розовый – это, соответственно, такой легкий и мягкий цвет такого еще не выросшего мужчины. А голубой для девочки, синий, значит, цвет целомудрия, цвет какой-то взвешенности, и в этой связке голубой цвет оказывается вполне себе таким нейтральным для девочки. Розовый для девочек, наверное, очень плотно оказался связан вместе с триумфальным шествием куклы Барби. Самый конец 50-х годов, 60-е, 70-е и далее. Розовый мир Барби, который вокруг себя создает автомобили, домики, кукольную мебель и много-много-много разных атрибутов, часто тоже маркированных именно розовым цветом. Причем, ну, совсем в младенчестве мы видим, что вообще достаточно долго в истории культуры младенцев, если вы вспомните, ну, скажем, даже изображения младенцев на картинах, не отличались гендерно. Ну, вот какой-то младенец, стоящий часто в каких-то платьицах, таких вот длинных юбках до пола, а не какого-то нейтрального, да, скорее тоже белого цвета, который, если что, можно густировать. И, кроме того, вспомните, что достаточно недавно появилась возможность предсказывать пол ребенка еще до рождения, поэтому все, что касается каких-то там приданных, которые во время беременности можно было как-то готовить к рождению ребенка, тоже, да, не имело смысла делать ставку сугубо на розовый или на голубой в ожидании только мальчика или только девочки. Между прочим, символика розового цвета в обществе все-таки меняется. В десятые годы начало взрослеть поколение, выросшее на сумасшедших цветастых гламурных фильмах. Ну, те люди, которые хорошо помнят Iron B, первый PlayStation и зародили четвертую волну феминизма. Поэтому цвет так и назвали «розовый миллениалов». Похожий оттенок стал цветом года по версии Pantone в 2016. Кстати. Компания Pantone, наверное, стоит чуть-чуть коротко про нее рассказать. Изначально это была вообще типография. Заказчик приходит и говорит «Нет, мне не нравится цвет, который вы использовали». Компания Pantone очень устал от этого, и они сделали образцы. Они сделали карточки, на которых было там несколько видов красного. И когда к ним приходил заказчик и просил, не знаю, напечатать какую-то надпись на футболке красного цвета, этому заказчику давали карточки, говорили «Покажи, пожалуйста, пальцем, какого красного цвета тебе напечатать надпись на футболке». И история с выбором цвета года на самом деле родилась как шутка. То есть понятно, что компании для того, чтобы развиваться, они придумывали разные маркетинговые пиар-активности. Какой-то год они придумали, что «О, а давайте выберем цвет года, устроим какое-нибудь мероприятие с этим связанное». такой, это был эксперимент, вот они там объявили его, все, но это очень понравилось руководству компании. И просто сказал, мы теперь делаем так каждый год. 2019 год Антон назвал цветом года коралловый. И он должен символизировать как бы связь с природой, натуральность как раз. И почему так произошло? Потому что вот до этого начал нарастать тренд на экологичность, на заботу о природе, все больше об этом стали говорить. Вот эксперты посчитали, что значит цветом следующего года будет коралловый, символизируя вот эту связь с природой. А в 2018 году у них был ультрамариновый как символ бесконечности человеческого разума, технологичности. Точнее, грубо говоря, год от года перевернули практически эту историю. То есть сначала про космос и безудержные технологии, а потом такие вернулись обратно к натуральности и природности. Несколько лет назад Институт цвета ввел такое обозначение и наименование для одного из оттенков красного цвета, назвав его цветом периода. Или цветом, фактически на русский он переводится как менструальный красный. Вот о чем нам говорит появление такого цвета, о некоторой дестигматизации, о том, что и на уровне, ну, скажем, со стороны моды, дизайна возникает запрос на то, чтобы выводить какую-то тему, которая до этого у нас была какой-то такой не обсуждаемой, не публичной. Идет вот эта символическая битва разных историй, разных рассказов. цвет здесь просто еще один пример того, как эти истории спорят друг с другом, спорят за внимание, спорят за значение. И, по сути дела, вот мы с вами, носители языка и культуры, те, кто на языке говорит, те, кто в той или иной культуре живет, делаем свой выбор. Делаем ли мы какую-то историю значимой, какой истории мы предаем, какой истории мы верим. А вот самый, наверное, яркий пример зеленый. Да, зеленый сегодня цвет природы, цвет экологии, часто цвет гармонии. Посмотрите, как далеко он ушел от какого-то дьявольского зеленого, коварного зеленого, каким его часто видели взгляды людей в прошлом. Вообще-то, можно сказать, что цветов самих по себе не существует. Эволюция просто придумала способ, как нам различать маленький промежуток электромагнитных волн. И так же, как со звуками и запахами, мы сами превратили цвета в инструмент, который мощно повлиял на наш язык, культуру и поведение. И важно продолжать разбираться, как цвета влияют на нашу с вами жизнь сегодня. На то, в каком костюме мы пойдем завтра на работу. На том фильм, какого режиссера включим вечером, чтобы расслабиться. И, конечно, на то, чтобы вы не забыли поставить сочный цветастый лайк этому видео и нажать на большую красную кнопку подписаться на канал Редакция Наука. А с вами был я, Александр Клюжнюк. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова